Рамадан Бесмиллях Бесмилляху рахмаму рахим Сам пост В месяц Рамадан Это является обязанностью И является таким же столпом Как и молитва Пророк говорит Что ислам состоит Из шахада Свидетельства Также из намаза Выплаты за каата Совершение хаджа И поста из месяца Рамадан Этот хадис приводит Бухари То есть Человек Который Будет говорить Что поститься в месяц Рамадан Не нужно Это не обязательно То он попадает в куфр Это неверие И тем самым Мы понимаем Насколько это важно Это является обязанностью Это Месяц Рамадан Пост Сам пост Он был еще обязан И предыдущим народом Например В Коране Вы можете встретить Суре Мариам Где Мать Пророка Иса Говорит Я даю Это не что-то новое Это не что-то новое Для общины Пророка Мухаммада Али-Сиратусам Она еще была Как бы обязанностью У предыдущих народов То есть Сомневаться в обязанности Не стоит Ну При всей При вот этой значимости На всех Возлагается Вот эта обязанность Или есть какие-то Исключения Есть какие-то Скажем так Поблажки Для определенных лиц Пост Месяц Рамадан Первую очередь Он обязуется Каждому Мусульманину Мужчина Женщина Входит в этот В категорию Да Мусульман Как мужчина Так и женщина Пост Должен соблюдать Мусульманин Который достиг Половой зрелости Совершеннолетия Есть определенные 15 лет У того У которого Не выразились Определенные Половые признаки Которые указывают На его совершеннолетие А это может быть Еще проявиться Еще до 15 лет И также Пост Должен соблюдать Совершенно Мусульманин Который достиг Совершеннолетия И Обладающий Разумом То есть Больной человек Человек У которого Например Сумасшествие И так далее Который не может Адекватно Мыслить И так далее Этот человек Не обязан Соблюдать пост И также Пост Должен соблюдать Каждый У которого Есть физические Возможности Например Не болеет Этот человек Человек Который Не достиг Старого возраста Который Уже Он не в силах Просто соблюдать Пост Они вместо этого Выплачивают Определенный Штраф Каждый день За каждый Пост По Одному Мудду 650 грамм Печеницы Это будет Стоять Вместо Поста Точно так же Человек Который Болеет Хроническими Болезнями Он не должен Соблюдать Пост И он Может Откупиться Вот этими Штрафами То есть Вот такой Жертвы Приносить Себя в жертву Ради Религии Скажем так И жертвовать Своим Здоровьем Нет Если врачи Говорят Что у тебя Такая-то болезнь Есть же Разные болезни Которые Человеку Время От времени Что-то Нужно Употребить И так далее То есть Ислам Это не Религия Которая Заставляет Человека Через Не могу Ислам Это Религия Которая У Все Пункты И так далее Учитывающие Все эти Моменты Абсолютно Здоровый Человек Должен Соблюдать Пост Человек Который Болеет Он Не должен Соблюдать Даже Человек Который В сафари Оказался Например В путешествии Оказался Этому Человеку Который Оказался В путешествии Всевышний Отдает Поблашки Говорится В аяте Что Человек Который Болен Или Человек Который Оказался В сафари То Пускай Он Возмещает Другие Дни Из Другого Месяца Вместо Этих Потому Что Дозволяется Тот Кто Находится В пути Ему Дозволяется Сегодня В эти Да Если Этот Путь Конечно Превышает 86 Км И Чтобы Он Уже Оказался Во время Поста Он Оказался Уже В сафари Потом Он Должен Это Возместить И Также Мы Знаем Что Пост Мы Сказали Что Мужчина И Женщина Должны Соблюдать Женщина В определенный Период Когда Им Нельзя Совершать Молитву Они Обязанность Поста С них Снимается Но Они Должны Возместить Это В другое Время По Этим Категориям Мы Прошлись И По Ним Понятно Жертвы Определенные Мучить Себя Ради Того Чтобы Поститься Ислам Не Требует От Человека Но Есть Категория Людей Которые Вроде Бы По Категориям Они Подходят На них Обязанность Как бы Возлагается Но Из Года В год Их Что-то Останавливает Знаете Какая-то Боязнь Чего-то Бояться Вдруг Не Смогу Вдруг Не Получится Какая-то Не Уверенность В себе Может Быть Вот Эти Страхи Как-то Побороть Человеку Как Религия На Это Смотрит На Самом Деле Мы Знаем Когда Человек Хочет Совершить Какой-то Хороший Поступок Бывает И Сатана Дает Ему Какие-то Наушения Свои Бывает Его Нафс Само Эго Внутреннее Тебе Зачем Это Проблем Нет Ты Можешь Спокойно Все Голодают Ходят Сухими Губами Жарко Тебе Зачем Эти Все Проблем И так Дальше Какая-то Внутренняя Борьба Мы Одно Знаем Что Нафс Он Всегда Эго Человека Велит Только Лишь Плохим Она Будет Ему Говорить Зачем Тебе Это Другое Дело Сатана Ему Будет Говорить Это Тебе Зачем Что Касается Страха Откуда Он Взял Почему Он Ссылается Именно На Страх А Может Это Что-то Другое Это Может Просто Отговорка Может Будет Это Просто Лень Он Должен В первую Очередь Подумать Те Люди Которые Постятся Чего Они Приобретают Если Он Не Будет Поститься Чего Он Лишается Человек Который Думает Что Это Из-за Страхов Пускай Он Посмотрит На Тех Людей Которые Были До Него В Самых Жарких Странах Мира Они Постятся Они И Жили И Дальше Мы Скажем Какая Польза От Поста Идет А Если Он Будет Ссылаться Он Лишает Себя Много Много Чего Хорошего Это Одно Он Ослушается Веление Всевышнего Аллаха Там Есть И С точки Зрения Медицины И так Далее Чего Он Приобретает В год Один раз Хотя Какая-то Профилактика Для Твого Тела Обязательно Нужна Чтобы Ты Восстановился Пост Это Не только Религиозная Это В общем Указывает Она Тебя Обогащает И Духовно Действительно Очищает Организм Человека И Благозморно С точки Зрения Медиков И так Далее Мы же Знаем Сколько Они Говорят О Диетах И так Далее Это Прямое Указание И Прямое Отношение Имеет К этому Если Человек Будет Бояться В этом В таком Несложном Деле Даже Когда Дети Постятся Даже Когда Взрослые Люди Постятся Если Даже Он Там Проявляет Как на него Тогда Положиться Если Он Боится В этом Деле Можем Ли Надеяться Что Он За Своих Детей Где-то Не Заступится В Трудной Ситуации Можем Ли На Этого Человека Надеяться То Есть Этот Человек Сам Должен Посмотреть В себе Разобраться Это Отговорка Страх Ли Это На Самом Деле Куда Он К Чему Это Его Приведет Если Он Будет Боится Чего-то И Если Он Хочет Избавиться От Этого Он Должен Предпринимать Какие-то Меры Постись Один День Страшно Это Попробуй Страшно Это Или Не Страшно И Дальше Ты Конечно Получишь Ответ Хорошо Надеюсь Что Мы Постарались Развеять Все Эти Страхи Людей Если Они У кого-то Еще Остались А Если Говорить О Пользе Поста Это Только Питья И Все На этом Все Ограничивается Или Может Есть Какая-то Еще Польза Люди Вообще Делятся На Три Разные Категории Люди Соблюдающие Во Время Поста Одна Категория Это Те Которые Просто Ограничили Себя Ограничили Себя В Еде И Питье И Все Остальное Все Они Как Раньше Делали Так Делают То Только Они Ограничили Себя Употребление Пищей Просто Голодание Да Просто Голодание Это Первая Категория Это Общая Масса Людей Есть Хас Более Особые Люди Они Себя Ограничили Как Питье В Еде И Питье Также Они Ограничили Себя В том Чтобы Смотреть На Харам Не Смотрят В том Чтобы Например Рукой Что-то Запретное Сделали Чтобы Не Ходили Не Прислушивались К Плохому Не Говорили О Плохом То Есть У них Более Рамки Жестче Чем У Первых А Есть Категория Третья Хавас Хавас Говорят Особый Из Особых Те Люди Которые Все Это Соблюдают Предыдущие И Вдобавок Сердцем Еще Боятся Ослушаться Всевышнего Они Постоянно Боятся Чтобы Они Не Ослушаются Всевышнего Что Мысли Их Обернутся К Плохому И так Далее Все Время Думают О Хорошем И так Далее О Религии Об Этих Вещах То Это Чуть Другая Степень И Люди Разнятся В этих Вещах А что Говорит Насчет Того Что Постанник Аллах Соли Аллах Сказал Он Говорит Что Сколько Жесть Людей Которые Постятся И Они Не Приобретают От Поста Кроме Как Голод И Жажду Хадис Который Привод Им Маджа Да Просто Они Голодают И Плюс К этому Ничего Не Получают Что Может Умолять Воздаяние Умолять Вообще Пользу От Поста Если Ты Во Время Поста Лжешь Если Ты Во Время Поста Клевещешь Если Ты Во Время Поста Как И В Обогащение Пользу Воздаяние Полноценный Запуск Ты Не Получаешь И На Это Как Раз Так Указывал Хадис Пророка Чтобы Мы Проявляли Не Только Ограничение В Еде И Так Далее Чтобы Ограничили Себя Во Всем Остальном То есть Постараться Сделать Так Чтобы Месяц Рамазан Он Как Был Выделялся Не Только Воздержанием От Еда Но Здесь Можно Сказать Давайте Тогда Будем Смотреть На Это Более Реально Всю Жизнь Мы Смотрим Все Остальное Время Мы Ничем Не Ведем Себя Как Ведем А Этот Месяц Рамазан Нам Дает Какую-то Энергетику Она Дает Нам Какую-то Мотивацию Чтобы Улучшить Себя Чтобы Накопиться Какой-то Энергии Которая Позволит Тебя В течение Всего Года Чтобы Ты Вел Себя Правильно Мы Не Говорим Что Нужно Только Месяц Рамазан Вести Себя Вести Всю Жизнь Правильно Только Месяц Рамазан Он Может Тебя Зарядить Он Может Тебя Больше Подтолкнуть Он Может Тебя Больше Зарядить Той Благой Информацией И Той Благой Аурой Которая Тебе Позволит Долго Отходить От Этого А так Конечно Весь Месяц Всю Свою Жизнь Человек Должен Себя Правильно Будем Надеяться Что Этот Месяц Зарядит Нас Всех И Изменит Нас Только В лучшую Сторон И 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 Благой 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 Благой